Рустам Шагапов Первое. Вы утверждаете, что давно являетесь противником Путина. Довольно давно, в 1999 году, 20 лет назад, я заявил и ему написал, что поддерживать его не буду. Второе. На посту президента США Путину выгоден Трамп, а не демократы. Я в этом не уверен, Рустам. Я знаю, что пропаганда российская очень сильно боролась с Трампом и поддерживала Хилари Клинтона. Я был свидетелем. Я изучаю пропагандисты, изучал пропагандистскую кампанию. О поддержке Трампа Путин заявлял еще до выборов в 2016 году. Ну, Трампу же тоже нравится Путин. Он санкции вводит против Путина. Нравится, он говорит, он предприниматель, он готовит. Путин заявлял еще до выборов в 2016 году о поддержке Трампа. Ну, чушь. Он говорил о поддержке там и Трампа, и Путина. То есть и Трампа, и Хилари. Ему важно это, чтобы важно было, чтобы во все корзины положить яйца. Вы сторонник Трампа. Ну, не совсем так. Я не гражданин Соединенных Штатов пока. Но мне очень нравится Трамп. Я сторонником стану, когда буду ему помогать, когда буду за него агитировать. Но пока я этого не делаю. Пока я сторонний наблюдатель. Я оцениваю объективно то, что мне нравится. Вот там Трампу тоже нравится Путин. Но это неправда. Отсюда следует, что вы неискренне в первом пункте. Утверждаю, что Путин ваш политический противник. Поддерживая Трампа, вы по сути поддерживаете Путина. Вы знаете, Рустам. Я вас диагностирую очень легко. Меня постоянно обвиняют в том, что призыв к бойкоту выборов – это поддержка Путина. Это борьба на стороне Путина. Это вы сторонник ФСБ или ФСО. Но когда я начинаю выяснять, кто мне это говорит, оказывается, что КГБшники или бывшие, или настоящие. Я посмотрел ваш аккаунт, вас там. Вы из той же Плеяды. Вы пропагандист. Причем пропагандист такой, ну, самой примитивной части этих пропагандистов – спецслужбы. И это одно из доказательств того, что вы оттуда. Вот это вот метод, логика такая спецслужбовская, понимаете. КГБ очень любило обвинять всех в странах Балтии, особенно новых политиков, в связи с КГБ. КГБ обвиняет в связи с КГБ. Это было просто нормально. Я не хочу сейчас перечислять эти примеры. Их было очень много. И вы тоже идете тем же путем. Это даже не вопрос, вы пишете, а мое личное мнение. Простого россиянина. Того, как вы выглядите со стороны простого россиянина. Но не пишут люди нормальные, адекватные. Я простой россиянин. Я простой человек. Ростам. Это пишут пропагандисты, когда хотят что-то такое указать, доказать, недоказуемое. Я простой. Ну, простой-то, а что вы тут делаете? Меня простые люди не интересуют. То есть идиоты. Александр Фоменко пишет тоже мне. Было бы интересно услышать, почему американских демократов Боровой считает тупыми и поддерживает радикального националиста, преступника и лужица Трампа. Я реально не понимаю, потому что вы, Константин Натанович, мой любимый эксперт, тут комплимент. Ну, Александр Фоменко. Я отвечаю вместе им, потому что они вместе написали, это один пост фактически. Пост Рустам и ответ ему Фоменко. Значит, почему я считаю американских демократов тупыми? Ну, потому что все было предсказуемо на уровне, так сказать, вот начала борьбы с Трампом. Чем все это кончится? Что в качестве пропагандистской установки, значит, Трамп на крючке у Путина, поддержанный, кстати говоря, с удовольствием кремлевской пропагандой. Это, значит, неплохо. Комиссия Мюллера, завтра, значит, разоблачение. И все, но разоблачать-то не в чем. Даже после того, как Хиллари оплатила это, так сказать, разоблачение в Великобритании, которое сделано со слов, так и было в докладе Стилса это сказано, со слов высшего руководства ФСБ. Это по поводу вот этих золотого дождя, того, что они мочились на постель, проститутки за деньги Трампа, намочились на постель, где спала Мишель и Барак Обамы. Ну, бредятина. Ну, просто глупость. А потом этот импичмент по поводу, там, Думе Февера к президенту Зеленскому. Ну, бред. Вот. Все это главное... Ну, Трамп сейчас говорит об этом, что демократы через, там, 10 месяцев покинут, ну, потеряют большинство в Нижней Палате. Ну, это же ясно было. Надо было отказаться от этой борьбы тупой, доказывать, что, значит, борясь с взяточником Байденом, Трамп является тем самым взяточником, потому что он делает что-то выгодное ему. Ну, надо быть очень тупыми, чтобы понимать, или так, чтобы не понимать результата этого действия. Результат действия простой. Избиратели больше не верят демократам. Вот. Это результат пропагандистской кампании в ведущих средствах массовой информации, которые ни в чем не переубедили американцев. Это борьба за импичмент, который закончился ничем. Вы пишете, значит, вы поддерживаете радикального националиста, преступника и лжеца Трампа. Национализм, преступник и лжец. Это все преступления. Где они? Какие? У меня в одном колледже учительница каждый урок начинала с того, что вот Трамп – расист. Это истина или это мнение? Факт или опининг? Ну, значит, и все говорили, там, большинство было темненьких студентов, они говорят, то, что здесь называют коричневых и черных, говорили, это факт. Я выражал сомнение в этом. Она ничего привести в качестве доказательства не могла. То есть, я бы с удовольствием обсудил проблему преступлений Трампа. Но их нет. Сами демократы говорят, что это не уголовные преступления, то, что он совершил, а политические преступления. То есть, пытается обвинить своего противника, который еще не был противником и, видимо, никогда не будет Байден. У него ситуация не ахти какая. Лжец Трамп. Где солгал? Может, под присягой солгал? Это преступление федеральное. Это страшно. Где? Что он солгал? Нет ответа. И не может быть националист. Ну, мы с вами знаем определение национализма как позитивного явления борьба за интересы собственных граждан, а не за иммигрантов. Но вроде он не должен быть сторонником защищать интересы иммигрантов по условиям. Из-за этого он националист? Ну, это чушь. Вот. Так что Александр Фоменко и Ростам Шигапов. По-моему, я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Спасибо. Спасибо.